Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. И сегодня я расскажу о том, как облегчить свою жизнь, работая на даче. Работать и меньше уставать. Наверняка вы все сталкивались с такой ситуацией, что проводите все выходные, не разгибаясь на грядках, бесконечные прополки, поливы и времени на отдых практически не остается. Как же найти время на отдых? Сегодня я расскажу вам о тех способах, которые помогут облегчить вам жизнь. Во-первых, используйте только надежный, профессиональный и дорогой инструмент. Различные тяпки, мотыги поставьте для музея народного хозяйства. Покупайте дорогой инструмент, ведь он прослужит вам не один год. Его всегда можно наточить, им очень удобно пользоваться. И работа профессиональным инструментом сокращает время на определенную работу. Используйте плоскорезы, например, плоскорез Фокина. Им очень удобно рыхлить междурядье, удобно срезать траву на дорожках между грядками. Это ускоряет в значительной степени время на обработку огорода. Вместо обычной лопаты используйте титановую. Она долго не тупится, а также имеет очень удобный черенок, благодаря которому у вас не будет болеть спина. И грядки будут копаться гораздо быстрее. Купите дорогой фирменный секатор, ведь он делает отличные ровные срезы и раны будут на дереве быстро заживать. Не будет проблем с множеством заболевания, не будут попадать инфекции в раны, так как срезы ровные. С хорошим и качественным инструментом гораздо приятнее и удобнее работать, а главное, экономится время для отдыха. В обязательном порядке вносите в почву органику, ведь органика улучшает структуру почвы, делают ее более рыхлой, влагоемкой, а значит нужно меньше времени на рыхление. Можно использовать обычный перепревший компост, навоз, можно покупать готовые биогумусы и вносить их в почву под перекопку. Мульчируйте почву, ведь мульча служит не только укрытием от сорняков, но и сохраняет влагу в почве, а значит вы будете тратить меньше времени на поливы. Что можно использовать в качестве мульчи? Конечно же, это может быть солома, скошенная трава, это может быть сено, а могут быть нетканные материалы, такие как агроволокно или черный спонбонд. А еще почву можно мульчировать опилками, однако учитывайте то, что опилки хвойных пород подкисляют почву, поэтому лучше использовать опилки лиственных пород деревьев, а также использовать перепревшие опилки, так как свежие опилки забирают много азота из почвы. Покупайте обеззараженные подготовленные семена. Например, покупайте семена моркови на ленте, ведь не придется тратить время на прореживание всходов. А еще покупайте семена в гранулах, их очень удобно сеять, а также можно выдерживать определенное нужное расстояние. Выращивайте скороспелые сорта овощей, вы потратите меньше времени на уход за ними, а также соберете урожай намного раньше. Выбирайте сорта овощей не по красивой картинке на пакетике, а по описанию сорта, ведь от этого зависит урожайность. По обычной картинке нам не понять, какой урожай у нас вырастет, но если внимательно прочитать на пакетике, либо в справочнике по растениям, какая урожайность у сорта, какие вкусовые качества, в этом случае вы получите именно тот урожай, который и ожидали. Сейчас очень модно выращивать гибриды различных овощей, однако нужно учитывать, что гибриды более требовательны к уходу, нуждаются более в частых подкормках и поливах. Преимуществом будут служить обычные сорта, ведь при одинаковом уходе за гибридами и сортами сорта дадут более стабильный урожай. Применяя эти простые советы, вы сэкономите массу свободного времени, которое можете провести вместе со своей семьей, либо потратить на отдых. Спасибо за лайки и подписки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok